Символично, что второй по счету международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера состоялся в пограничном Бресте. Маэстро навещал город над Бугом не единожды с концертами, а порой и просто проездом. Сотни, а может и тысячи брещан слушали в его виртуозном исполнении произведения Баха, Бетховена, Берлиоза. Открытие в Бресте международного конкурса пианистов имени Рихтера, одного из самых выдающихся исполнителей 20 века, чья виртуозная техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной интерпретации объединила вместе талантливых молодых исполнителей. Есть разные дарования, есть разная степень подготовки, потому что тут все вместе сказывается. Это и проникновение в образ великих композиторов, которые исполняют, потому что молодежь, она талантлива, она дарена, но на их долю выпало большое счастье, они общаются с гениями, ведь они играют музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена. Кстати, мне очень понравилось, было обязательно сочинение исполнить белорусского автора. Кстати, замечательная музыка, очень красивая, искренная и талантливая музыка. Брест был культурной столицей в Беларуси, он остался в наших сердцах такой столицей. Наш город знают, наш город знают не только потому, что у нас Брестская крепость, не только потому, что у нас очень много известных людей, выходцев из нашего города, но наш город знают и действительно как такой центр культурной жизни, культурной деятельности. У нас проводится очень много фестивалей и конкурсов, которые привлекают к нам гостей далеко из-за пределов Беларуси. И это очень важно. Люди приезжают, обогащают нашу культуру, мы обогащаем их культурой. Этот диалог культур, который происходит в пограничном городе Бресте, это огромный плюс для развития культуры, для развития экономики тоже. Традиция проведения музыкального состязания молодых виртуозов была заложена в 2015-м. Спустя два года популярность конкурса увеличилась настолько, что интерес юных дарований к инициативе превзошел все нескромные ожидания организаторов. В глазах виртуозов победителей огонь, в сердцах желания и по плечу самые амбициозные планы. Секрет успеха прост – знать свое дело досконально, чувствовать его и любить. Главное – хотеть и много заниматься. Хотеть в плане не то, что учитель тебе настаивает, говорит, занимайся, занимайся. Нет, ты должен здесь это в первую очередь захотеть. И в голове у тебя должно быть заложено, что ты готов прожить с этим всю жизнь, ты готов заниматься этим всю свою жизнь. И без этого ничего не будет. Бесспорно, нужно много заниматься. Это, конечно, не самое главное, но еще главное – это чувствовать музыку. Лично для меня это не бояться перед тем, как выйти на сцену. Конкурсы такого формата – знаковые события не только для города, но и в целом для страны. Это возможность привлечения в наш край как молодых исполнителей, так и мэтров. Благодаря подобным инициативам зажигаются новые звезды на музыкальном небосклоне.